всем привет с вами алис канал берега работаем с картами смотрим прогресс погоду на ближайшие дни и делаю это катаклизма начинаем мы с атлантики что здесь интересно вот у нас здесь сверкает да уже не в америке в атлантике здесь шторм да вот здесь такой циклончик находится раскручивает свой хвост поэтому никак не отходит от не фаун ленда прям прилип к нему до севера доходит почти до гренландии и дальше опускается вот в сторону азорских островов здесь рябчатость создает в атлантике то есть здесь холодно судя по всему здесь откровенная прям холодовая ложбина мы видим да здесь у гренландии еще один циклон такой мини мини циклон с хвостом который идет долю исландии тоже опускается сюда и вот здесь бескайском заливе засел циклон хвост который один идет сюда наверх смотри какой необычный да такой приподнятый к северному полюса а второй уже оторвался в свою отдельную систему часть находится великобритания франция германия вчера в телеграме размещал гроза подошла там вчера гремела и ночью ливень и сегодня беру читаешь проснулся рано от этой грозы в 6 утра пошел бегать вроде думал как она прекратилась вроде бы тихо было начал бежать там у втором километре как полил и час лил но сейчас мы видим что в италии здесь на северо-западе очень непросто там сейчас сверкают во всем молнии но и вчера если вы смотрели новости там над миланом прошел очень мощный дождь и затопило там кому ну одну джи саги в итоге там если вы видели было прикольное видео как в автобус едет по улице и вдруг там двери не выдерживают натиска воды и вода начинает заливаться прямо в автобус такой кошмар да и люди ходят по колено в воде там ну и некоторым поплавать пришлось то есть все так очень серьезно но как мы предупреждали то есть этот рост будет внезапно каких-то явлений балканы греция мы видим здесь такой циклон сегодня тоже отдельно висит кстати видно хвост от этого либо отдельный сам циклон свете алжир мали в сахаре в этом году прям меня удивляется потому что обычно уже во второй половине мая но там таких явлений уже нет там раска это как сковородка раскаляется в этом году мы видим полноценный циклон тут чуть ли сейчас мы посмотрим будут ли там дожди или нет но пыльные бури точно и субсахара субсахареальная зона здесь тоже мы видим такие мощные грозы да и на востоке тоже в эфи в эфиопии имеется так что у нас здесь за кавказе уже сюда заходом в иран север ирака здесь такие непогоды и мы видим что при черноморье так и остается довольно-таки облачно холодно необычно да мы видим все прилегающие районы к черному морю здесь такая холодная облачность это рябчатость вот она как раз и говорит о том что процессы там до сих пор протекает ну вот что пишут сми довольно необычная для мая ситуация складывается на европейской территории россии потому что на севере здесь карелия архангельская вологодской ленинградской области здесь вчера воздух прогрелся до плюс 22 градусов но обычно такое бывает больше зимой когда сюда приходят какие-то циклоны с атлантики да перед собой это они несут такую оттепель на юге здесь со стороны южного урала сибири казахстана здесь заходит холодный фронт и в итоге получается что на юге холоднее чем на севере но вот в преддверии лета как-то неожиданно такое наблюдать ну что есть то есть и в районе каспии то же самое да и даже в центральную азию здесь на западе мы видим здесь сплошные практически циклоны циклоне да такими группами и смотрите даже у залива даже южный иран и персидский залив и сюда в саудовскую аравию заходит тоже мы видим здесь облачность настоящий момент но беларуси зато хорошо об этом пишет юзер м2 вчера минск плюс 23 тепло и солнечно лето наступило вот видите какие прекрасные погоды так юзер тс-7 пишет говорите каждый выпуск про волгоград пожалуйста ну будем говорить да сейчас мы видим тут облачность да по температурам конечно посмотрим 8 как здесь сверкает туда суть по всему там на севере италии такие мощные грозы уже второй день подряд там горная местность понимает там южные отруги альп там висите осадки собираются то не скатывается очень очень мощно так юзер и к 6 пишет спасибо 5 сердечек очень интересно можно всегда упоминать ленинградскую область город пикалёва но город пикалёва я не обещаю что буду упоминать ленинградскую область да и три сердечка спасибо вам большое так юзер hc6 пишет благодарю за обзор очень помогает ориентироваться в погодных и космических событиях отдельное спасибо за спокойствие реализм невероятная ценность нашего безумного времени три сердечка спасибо вам большое за добрый комментарий очень приятно а так на и клод пишет спасибо за ваше видео можете иногда центральной части россии уделять время а в частности москва интересно было бы интересно послушать ну давайте глянем до москву можно здесь видно облачность такая переменная судя по всему висит но вот основная южнее находится до сюда сторону тамбова воронеже но и волгоград зато за заодно упомянем да чуть севернее здесь камышно здесь мы видим вот эта рябчатость а южнее вроде бы как все хорошо в плане облачности но еще температуру конечно мы посмотрим обязательно так же не 86 пишет спасибо у нас в городе сургут сегодня утром было минус 2 сейчас плюс 1 и снег утром был снежный покров сейчас нет уже но вот видите у вас никак не придет весна хотя вот здесь хорошие новости здесь конечно под этим циклоном хвостом этого циклона до который уже в принципе оторвался находится коми вот здесь давайте глянем получше где эта граница проходит облачности получается шаре киров севернее перми сиров вот то что севернее там такая непогода еще присутствует а южнее мы видим вот казань уфа но фото же здесь на границе находится хренбург тюмень курган тара омск новосибирск барнаут омск мы видим здесь хорошая погода тоже заходит сюда в казахстан но вот в алматы мы видим что здесь большие проблемы бишкек алматы да здесь как раз хвост этого циклона сейчас сюда дотягивается то есть пришел такой а грозовой фронт и мы видим что алматинской области ожидается сегодня и дождь и гроза и град и пыльная буря все сразу представляете ветер будет от 22 метров в секунду так но и в общем-то это продолжится и в ночь так что будьте осторожны жители алматы да у вас все там могут сели сходить или потоки с гор что тоже очень очень неприятно так тут опять краснодар давайте вернемся здесь интересные у нас момента в краснодаре так юзер y8 пишет здравствуйте алекс прошу с 20 мая в прогнозе в краснодаре сейчас дожди что впереди но мы увидим что впереди пока что вот здесь вот облачность но мы обязательно сейчас глянем закончим с карты глянем что у вас как будет ближайшие дни но вчера в анапе выпал град размером с 5 рублевую монету и местные жители жалуются на побитый урожай ну то есть там лег прям практически покров от этот градовый так ну и в сочи тоже был и дождь гроза и ветер до 20 метров в секунду и на юге ростовской области тоже был и дождь и гроза и ветер до 20 метров в секунду вот такие вот непогоды наблюдаются сейчас во многих регионов так юзер и 7 пишет добрый вечер сегодня вечером будут ли заморозки в городе октябрьский башкирия не знаю сложно сказать уже как бы состоялась мы сейчас посмотрим по температурам то есть если вы хотите получить ответ на ваш вопрос давайте договоримся так локально подписывайтесь на телеграм-канал там чат есть выкладывайте вопросы в чат там оперативно там стараюсь это частенько заходить здесь только по утрам вот поэтому вот так вот сибирь кузбасс у нас сегодня дождь был плюс 9 вечером делится с нами юзер н4 спасибо вам большое да кстати вот почему дольше чем связан вот как раз на этот хвост проходит и он через иркутск сейчас же проходит и идет до якутии до дал дано и дальше поднимается вот циклона находится сейчас на севере якутии вот такой длиннющий длиннющий хвост можно им еще раз полюбоваться вот видите где находится циклон и вот его хвост проходит как как какой-то дракон и не знаю там реально змея дракон доходит вот как раз этого центральной азии настоящий момент вот такие вот интересные процессы но вода индии он не доходит но здесь вот своя система видно грозовая сейчас и вчера было из столицы тоже сильный ветер вырывал с корнем деревья повалил электрические столбы и даже кое-где стены обрушил ну знаете там стены в индии строят не все качественно поэтому в этом это не удивляет нисколько да но вот то что сезон судя по всему мусонов раньше открывается чем он должен был вот этот немножко удивляет да в прошлом году он позже гораздо там месяц его ждали там жара была в этом году все наоборот так вот из алматы как раз юзер кубе 5 пишет алматы вчера было плюс 33 ну потому что вы находились восточнее то хвоста сегодня как раз этот хвост придет и там или уже пришел и там все такие неприятные явления то и будет так беру тигре бенения дарит сразу восемь сердечек спасибо вам большое очень приятно да из ростовской области как раз говорили про то что в краснодарском крае там непогода светлана светикова пишет привет но небо затянуло смотришь и думаешь сейчас как ливанет но ничего не происходит дождь где-то но не у нас завтра ночью обещает плюс 2 а по ощущениям 0 всем добра вот так вот это как раз за этим циклоном который сейчас уходит в сторону каспий видно там ложбинка будет сейчас мы это обязательно рассмотрим так жанна салимова пишет здравствуйте спасибо за обзор посмотреть караганду центральный казахстан резко похолодал ветшим стало плюс 6 градусов вот благодарю вас ладно давайте посмотрим что у нас теперь на дальнем восточном побережье здесь магаданская область небольшой циклончик такой находится в красной границе с камчаткой и чукоткой настоящий момент более мощный такой циклон находится здесь сложная структура да с одной стороны это хвост вот этого циклона такой размыта уже самостоятельную систему зубы стараться найти в японском море здесь так аккуратненько разместился еще один циклон который влияет на погоду сейчас как раз на южном приморье вот здесь вот судя по всему мощные осадки в настоящий момент угроза мы не видим угроза сейчас филиппины здесь вот хвоста проходят через них затем юго-восточная азия до на западе китая мы видим в тибете здесь облачность прям засела ну и южный китай здесь кстати тоже так на гроз сильный нет просто как какая-то слойка висит так австралия но небольшая тоже слоечка здесь вроде бы как активных процессов нет оу смотрите вот это интересно здесь хвост дотягивается до мадагаскара практически от антарктида здесь мете здесь какая-то прям зачаток настоящего урагана что-то уже как-то поздновато для сезона ураганов но вот посмотрим во что это все перерастет да ну шторм по крайней мере точно там сформируется и смотрите как-то хвост из тянутся через всю атлантику да здесь тоже с антарктиды пытается дотянуться до бразилии и дотягиваются до как раз вот этого рио грандосу вот этот северная аргентина вот в этих местах ну и север бразилии здесь тоже такие ячейки присутствуют хотя вот этот поезд движется потихонечку все севернее и севернее в сторону мексики уже да уже года мало мы видим здесь ячейка но смотрите в америке только-только вот ушел этот фронт да ушел в атлантику тут же уже новый зародился знаете прям сейчас вовсю сверкает там штаты техас канзас арканзас миссури вот в этих штатах сейчас прям наблюдаем мы грозу так вот рыбий глаз пишет такой интересный комментарий по облакам можно спрогнозировать погоду я не имею ввиду розовые тучи где и так все понятно но вот ника абрасина пишет можно здравствуйте я живу во флориде у нас иногда на закатах за два часа до посадки солнца мексиканский залив все вокруг становится фиолетовым или ультра оранжевым и тогда хавайся ну вот видите такие признаки да действительно есть специфические признаки перед мощным штормом перед ураганом тоже до особые закаты это что есть то есть спасибо вам большое очень интересно что делитесь этим да и рыбий глаз пишет такой прикольный комментарий последний раз такой май был в ноябре точно я тоже сегодня утром бегу и думаю ну вот как надоело это сырость пару дней там каких-нибудь солнечных и опять на неделю там то и больше какая-то сплошные вот эти потоки воды очень сырая весна в этом году больше на ноябре реально похоже так века 18 4 пишет кипра плюс 24 градусов ну так неплохо так ну что можно давайте посмотрим пожары там в канаде какие-то пожары все продолжаются никак не потушатся ну хотя здесь циклон рядом да ну чуть пол проще стало но все равно еще задымление присутствует мы видим давайте по земному шару посмотрим ну сахаре как-то неспокойно да вот эти пески саудовская аравия здесь тоже смотрите область низкого давления тоже гоняет пески так ламакан вот на дальнем востоке вроде бы уже больше ничего не горит в якутии здесь какую-то пыль подняли так вроде бы все хорошо все отлично давайте тогда будем с вами смотреть сейчас за температурной какие сейчас температуры начнем с европы мы видим что испании франции португалия в этом году как-то не особо везет с весной здесь опять новый циклон расположился поэтому температура откровенно низкие смените 1413 град мадриде 14 градусов ну реально они там скорее всего в куртках ходят в капюшонах да сегодня тоже заливился бедисты наблюдал там едут в капюшонах несчастные что-то томят себя в этих синтетике непонятно зачем так активиан 2011 пишет чувствую лето в этом году не будет мой холодные мои холодные азия не прогрелась все это печально хотелось бы погреться немного перед зимой да успеете вы погреться потому что выноса тепла обязательно будут жара вас вполне возможно даже чем холоднее год тем более такая жесткая волна жары может прийти так вот что пишет егор из санкт-петербурга ленинградскую область прекрасная погода изверги все небо использовали использовать полосовали да накажут стихии москву ну посмотрим посмотрим но пока что вот великий новгород сейчас самый теплый 22 градуса в москве 18 в санкт-петербурге 16 градусов такие погоды юзер 9 пишет благодарю за обзор это сердечко дарится спасибо большое оксана шученко пишет благодарю алекс спасибо очень приятно раздана 81 пишет алекс спасибо за обзор у нас ночью плюс 15 градусов и держится днем плюс 28 облачной и лепота да на ближнем востоке очень комфортно свете 21 23 градуса ну и здесь багдад 35 градусов в эмиратах жарковато 37 38 но принципе пока что не еще не разогрелась вот только саудовской аравии мы видим первые сороковки пошли и но это конец мая тоже как бы нормально да уже в это время могут быть сороковки и в центральной азии но видно что сейчас все совсем немножко по-другому киев плюс 16 градусов кишинев 17 кривой рок 17 то есть здесь 15 17 градусов клуб как говорится под 20 градусов до не выше 20 градусов а вот наслаждается северо-запад ну таллинн плюс 18 здесь неплохо да лига 19 вильнюс 17 градусов вот берлин плюс 22 там запад польша бремен смотрите будапешт и юг италии сюда попадает измир только да а так везде то смотрите везде прохладно совсем-совсем не жарко настоящий момент аркангельск неплохо плюс 9 мурманск плюс 4 градуса печора плюс 6 сектефкар плюс 17 градусов киров плюс 17 видите на севере гораздо теплее чем более южных городах по волжье так виталий вишталюк пишет спасибо благодарю вас так алексей покровский алекс спасибо несмотря на забросы тепла в прибайкале в саянах стоит холод ну да мы видим что и сейчас к вам вот это была теплая волна да она ушла ушла в монголию вот она сейчас ложбинка как раз о которой я говорил вот он проходит через алтай через саяны опускается сюда казахстан и идет в сторону бишкека настоящий момент но отказала рда неплохо прогревается до плюс 30 градусов так во флоре и фауне не все так просто вроде начались вегетации но местами очень вялая с птицами тоже не все понятно например ласточки прилетели но очень мало стрижей тоже раньше к этому времени занимали утренние часы своим комнатам а сейчас тишина наземных насекомых много а вот летающие мушкары тоже мало значит климатические изменения есть и они значительные и вспышки на солнце и сбой в магнитных полях и погодные изменения дают о себе знать природе у нас цветет черемуха единственное растение которого все по графику а значит недели на две у нас будет нестабильная погода так в девять часов стало сегодня пасмурно начался ветер с порывом до 10 метров в секунду еще обещают заморозки до 6 градусов до заморозки от вас совсем недалеко от севера и не сиськи здесь 0 градусов то есть холод очень очень близко всем здоровья мир добра любви и хорошего самочувствия благодарю вас спасибо большое так юзер ps4 пишет здравствуй алекс я бы хотел узнать ваш прогноз погоды в самаре на ближайшую неделю если можно в течение последнего месяца наблюдались ночные заморозки до минус 2 градусов я планирую высадить рассаду но беспокоюсь о возможном повреждении от заморозков не могли бы вы сообщить когда по вашему мнению следует но дни станут дольки теплые для безопасной высадки спасибо за обзор так смотрим самара вот самара там плюс 15 градусов и вот выходит график температуры но на мой взгляд я не вижу ничего более экстремального поэтому давайте смело сажайте желаю вам хорошего урожая без всяких там пылевых бурь и всего прочего что может внезапно случиться надеюсь что не случится так ну что там краснодар еще давайте глянем а то люди все ждут что же там будет краснодаре краснодаре вполне умеренной погоды но в принципе неплохо смотрите 10-12 ночью 19-20 днем согласитесь это вполне такие приятные температуры так надежда и сусуман пишет здравствуйте алекс у нас 16 мая погода пляски устраивал утром дождь потом крупными хлопьями снег пошел днем солнышко а в шесть вечера небо заволокло ветрище поднялся и пошел град с мелкий рис а потом с горошину в общем-то за один день погода менялась раз десять всем добра и хорошей погоды спасибо вам большое да этот циклон который как раз сейчас идет в сторону камчатки мы увидели вот он как раз прошел сусуман и сейчас амцукчана находится сусумане а плюс один градус мы гадани так и держится 0 градусов а вот если что сюда на юго-восток якутия сейчас под этим хвостом и в приморье мы видим могуча плюс 23 вот сюда вот выносит валдан плюс 13 тепло да на север приморья николаевск плюс 17 а также как и в хабаровске калинске 14 градусов а в владивостоке всего плюс 14 градусов гораздо прохладнее чем на нижнем амуре в китае хорошей погоды да сейчас но в индии жарко мы тоже рассмотрели так давайте глянем что у нас сегодня ночь что ждет какие процессы ожидают ну вот мы видим что сегодня уже будет более-менее тепло уже таких серьезных то морозов не ожидается ниже шестидесятой параллели только в сибири и забайкале сюда да сюда могут быть затоки холода и довольно-таки прохладно в европе в настоящий момент давайте завтра посмотрим завтра так остается тепло в районе балтики примут центр тепла да если хотите то погреться то надо ехать на балтику обязательно там вы можете на выходных как раз погреться на солнышке да ну а чем еще там обещали волгоград посмотреть давайте глянем что-то много граде плюс 18 градусов завтра будет и в целом но чуть попрохладнее здесь 76 градусов такие температуры но днем то нормально 20 21 градус а мы видим что все не так уж и плохо так что вот так вот так еще какой-то город что-то уже забыл эти проблему до караганда караганда да просили посмотреть караганду давайте сейчас центральный казахстан где у нас караганда это столько а вот а сколько населенных пунктов давайте глянем что здесь по ночам утром так-то прохладно 6 12 но потом мы видим что будет дождики и выше для комфортной погоды смете и ночью 12 14 градусов днем 1926 так что все данки прекрасно ну а с вами был алекс канал берега бжи отличного упражнения